Здравствуйте дорогие! Сегодня у нас 7 июня. Это корм, который обработан медным купарасом. Вроде и пыль с него идет, да? Видите, одновременно прилипает. Значит, этот корм я сегодня опять обработал эти микроволновки. Это все в этом корме находится. Ну, а что все сначала? Значит, сегодня у нас 7 июня. Значит, поблагодарю сегодня Никого за поддержку Никого, за поддержку канала. Значит, вчера я показывал обработанный корм. Да, еще раз обработал, уже термообработкой. То есть, микроволновки подогревал. Ну, сегодня из друзей там написали, что японцы отказались от этого, от микроволновки. Ну, короче, одним словом, это хлеше, чем ядерная война. Понимаете, дорогие мои, ну, он сам в духовке обрабатывает. Тут термообработка. Как вы будете термообработку проводить? Будет это в духовке, будет это в микроволновке. Будет это через паяльную лампу. Можете железную лампу насыпать, паяльную лампу подогреть. То есть, даете температуру для того, чтобы убивать вот эти микробы. Вот это плещик убивать. Не просто так я показывал, что корм сухой. Корм сухой. Но, влага в нем есть. Многим, когда обычно говоришь этот, он даже не понимая. Ну, в любом случае, когда мы берем в руки сухую пшеницу, нам что кажется? Нам кажется, что она и дядя сухая. Правильно? Она же сухая. К рукам не может это, да? Ну, на самом деле, в самом корме присутствует влага. Даже если вы держите в сухой помещении, все равно в корме есть влага. Для того, чтобы вот когда мы микроволновку засовываем, мы там уже видим, остается влага или не остается. Значит, если так на европейской части России корма еще более-менее, то есть не в плане того, что они хорошие, в плане того, что корма хотя успевает созревать в полях. То есть, допустим, в Краснодарском крае, в Волгограде, вот это, да, там, в этих местах у нас корм успевает созревать. А вот если возьмем Алтайский край, дальше, да, там, короче, в сторону Сибири, там корма даже не успевает созревать. Мало того, что они плохие, то есть качество, да, то есть само качество корма отвратительное. Это геноматифицированный корма. Так они еще и не успевают созревать. Поэтому ребята, которые покупают корма, там, это хороший корм. Корма, это, да, там, не в европейской части. Вам два раза больше нужно быть внимательнее, чем нам, понимаете? У нас хоть корм успевает высыхать. Очень многие там это, да, путают, вот в советское время так, вот это так. Во-первых, в советское время корма, семена были совершенно другие. И во-вторых, в советское время была проверка, понимаете? Был такое понятие, как это, да, там даже, ну, машина, возьмите, машина 88-го года. До сих пор эта машина живая. Я вот на днях поменял его заводские самим блоки. Более 4,5 тысяч проехало, я поменял 30, сколько, 30, через 36 лет. В советское время было и ОТК, и была еще и госприемка. То есть как бы все совершенно по-другому было. Сейчас это не так, дорогие мои. Сейчас бизнесменам, производителям интересует что? Доход. Интересует доход. И интересует количество. Ему не интересует качество. Сейчас смотрю, вот чуба одной голубочка, видите, она себя уже чувствует плохо. У нее форма не идет, она на яйцах яйца снесла, пустые яйца, естественно, слабеет. Да, и при том даже, если в моем случае там голуби постоянно они плодятся, и зимой, и летом, как в нормальном состоянии, да, когда ребята, которые зимой не получают птенцов, то есть у них состояние такое, весной птица на яйцах, на птенцах, она очень слабой становится, и это все влияет на это. Поэтому, дорогие мои, предельно внимательно, 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 еще раз спасибо. Так, сегодня я что хочу делать? Сегодня я хочу там, поскольку уже таких нету, которые могли бы с улицы долететь, но есть такие, которые уже с гнезд выпрыгнули. Я сегодня попробую их кинуть на крышу и посмотреть, чтобы они... Обычно правильно нужно это, да, я же обычно как, сначала кидаю, чтобы они крышу изучали, после крыши уже там начинаешь кидать, чтобы они с улицы до дома долетели. В общем, сейчас посмотрю, сколько есть из этих пешалок, которые могут до носистов хотят дотянуть. Вот, видите, ругают. Аде-факто показываю, да? Это из пешалок из последних, которых гонял. Отвратительные, корма отвратительная. Тем более, сейчас резкая жара наступила, да? Стала намного хуже. Поэтому, дорогие мои, вам не надо даже ниоткуда ничего завести к себе, да? Там больных голубей таскать, да? Ваши голубяки очень быстро может болезнь развиваться. Поэтому нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Внимательно надо быть. Чтобы не допустить ничего. Внимательно. Потому что то, что вы годами получили, вы можете буквально за очень короткое время прохукать. То есть сломать не строить. Вы можете сломать того, чего вы создавали. Или другие создавали, передали вам. Ладно, поставим на паузу. Я сейчас попробую этих поймать. И посмотрим. Так, дорогие мои. Ну поймал я все штук из этих. Сейчас я их буду кидать на крышу. Посмотрим. Это значит у нас идет от черного чубатого. Это от белого чубатого дочки. Чернохостой чубатой голубочкой. Не дотянешь. Не дотянул. Не дотянул. Не дотянул. Так, это у нас идет от светлого челя. Да? Дотянешь? Дотянул. Молодец. Ну я их буду периодически кидать на крышу, чтобы они крышу мою видели. И вот этот. Так, значит это у нас идет от черного декора. От черного. Оп. 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 надо голубе тренировать вот таких размеров оттягивать даже на крыше этот у нас от белого чубатого такой молодец живина куклы кинем сейчас чтобы они там сидели и смотрели это у нас идет от черного чубатого дочки и возноглазный голубь от него ну видите каким размером я сейчас аккуратно кину на крыше чтобы они смотрели ну и посмотрим потом так дорогие мои ну кинул я 6 штук седьмого кинул голубятник потому что седьмой никак не дотягивает до крыши ну а этот охраняется пусть привыкает к крыше пусть походит вот видите уже задыхается крива открытые крива открытенькие посмотрим дорогие мои ну видите они уже самостоятельно спустились сюда так значит по поводу того можно ли вам точно так же делать не знаю если у вас есть такие же условия как у меня видите вот пищалки на земле их сейчас кошки могут спокойно ловить но у меня и линда рядом которая не позволит если у вас такие же условия для них то смело можете и делать а если нету то не советую сейчас еще раз попробуем иначе бы они до крыши дошли они пока оп долетел они пока самостоятельно не научится то есть я их с улицы буду выпускать когда вот отсюда руками буду поднимать не так как сейчас вот я скидываю я не а вот а вот приблизительно вот так и и и и ну и и и и и и но послезавтра уже выпущу они вот так научиться осмотрит свою территорию и так как прошло ради выпускала не же делать и вот это не пораньше подлетят домой потому что подойдут еще раз я сразу взял и с улицы выкинула никак бы не приучены были к двору и риск оттуда поставим на паузу так найти пока на крыше сидят этот вот опять пахтит за с вами цель давай на крыше на крыше ну а те такой ветерок хороший поднялся жить хочется недавно так ослабший опять себя пришел себя пришел так чуть я глубине наблюдаю куда они делись ну вон два вижу еще два вижу четыре шесть шесть один раз один раз семь восемь девять десятый где-то 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 какой кайф вы не представляете после такой жары после такой жары духоты ветер такой оболчен что вы не поверите температура резко здесь показывает 18 градусов 23 показывает 23 показывает что непонятно что наверное телефон тоже перегрелся скорее всего скорее всего как тот сапсар где-то 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 такой перепад неспроста и вот эти затягивают то черными тучами то белыми тучами ну короче адрес сейчас тучами а я оставлю все обрезков о еще двое милкается вот ладно подождем уже еще снимем да ветерок хороший ветерок хороший теперь смотрите дорогие мои здесь показывает ровно 25 градусов то есть ну помещение там у меня бандит бегает ну помещение что должно прохладнее правильно а вот помещение 27 градусов понимаете что резко перебат пошел ну что хочешь гонять 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 замечательно далеке тоже они понимаете что ветер холодный бандит хорош что что ты тут творишь засранец такой что внук как всего что секунду не стоит секунду на месте не стоит шут а и красота надавящий кто захочет, тот, кто пойдет чуть ослабее или нет, это другой это же красножейник, который сейчас долговал друг к другу из-за этого сада они мне скоро разочатся неделю точно только по 2 часа выпускаю не знаю, чтобы не покрывали но вроде тут уже уже несколько дней наверное уже не опасно будет сейчас если их я выпущу они просто моментально закроют стволы и все больше ничего не будет расти вот они один на крышу может еще завтра я их накину на крышу чтобы они привыкли вверх не спускаться ну чтобы на крышу дотянули они как поняли на крышу не дотягивали сегодня да и сейчас уже не дотягивают самостоятельно а потом уже с улицы буду выпускать но еще раз у вас должны быть условия такие же как и у меня это мой стиль тренировки дорогие мои это стиль тренировки не написан ни в одной книжке вы этого не увидите ни от одного специалиста вы не услышите все они вам в один голос скажут что птенец должен вырасти самостоятельно выйти пойти летать то есть это ему уже должен быть месяца полтора два то есть в этом возрасте он только учится летать но это мой стиль тренировки что такое неужели Яшка появился что-то задикарили неужели Яшка появился это мой стиль тренировки этого больше ни где не увидите если их где-то увидите это из моей школы то есть это ребята которые как бы знают меня ну вот кто-то соскочил вот про одиночную голуби когда мы говорили вот он так вот отыдился видите эти внизу а те вот соскочили по одному шли ну из этих тоже сейчас соскочат и по одному идут они сейчас не сядут кто-то может из них сесть или вот опять влезнуть ооо наверху аж барабани не знаю камера цепляет не цепляет и вот сегодня обратите внимание сегодня и ласточки да это не это голуби это не ласточки но я ласточек тоже сейчас видел наверху это голуби это голуби и ласточки тоже были наверху это голуби это голуби и ласточки тоже были наверху начали скидывать и ласточки тоже а вот ласточка но внизу что-то они наверху были начали скидывать и ласточки тоже что бандюган мне нравится кайфует бить не умеешь, вроде ситаренный хвост, а бой не показывает, дурень, а ну показывай, не позорься, хвост ситаренный, это значит должен жестко бить, а ни хрена не бьет, только летит, ты что, соскучился по полету, что ли, летным стал, бой бросил, сейчас раскроется, сейчас раскроется, дорогие, если для красоты хвост ситарен, он пошел идет, сел на соседскую артену, а до чего ты испугался, да, это вот пескончик, аля Райка от Белого Чубатого, вот видите, вот в одиночке уходит, это вот самая лучшая птица, дорогие мои, нестандартная, не стайная птица ценится, а ценится именно нестандартная одиночная иголка, от них и вы будете ожидать, в стае, что один пошел сесть, а сами тоже пошли сели, а одиночки сами по себе, им наплевать, стая сидит или не сидит, стая летит, он может пойти сесть, стая сидит, он может пойти летать, понимаете, поэтому всегда ставку делайте на нестандартных голубей, на выдающихся, как я обычно говорю, выдающихся. Поставим, сейчас все раскроется, чуть хоть пояснем, но что-то сильно вверх не пошли, несколько штук соскочили, ушли, это вот первые, которые я поднимал, где-то с десяток улезли они, дальше, ну, хотя, может, из них и скинули, я не знаю, а дальше, видите, на какой высоте хлопки слышно, дальше не пошли, хотя погода замечательная, ветерок такой хороший, ветерок, да, тебя тоже кайфово, уже не задыхаешься, то ходил, рот открытый, задыхался, уже кайфуешь, силы есть уже себя почесать, да, да, вон, силы есть чаще тебя, это вот как анекдотик, говорит, два кота встречаются, сидят и параллельно рассказывают, кто из них более ленивый один, да, я, говорит, самый ленивый кот на свете, вот, говорит, рот открыл, мышка, говорит, туда-сюда бегает, туда-сюда бегает, а мне, говорит, лень закрыть, второй, говорит, да, это ерунда, помнишь, в прошлый раз, говорит, я въезжал, говорит, ну, да, это, говорит, вот на яйца свои сел, говорит, лень было стать, ну, что, будете показывать, урода, говорит, что-то будет, а вот кто поодиночке, тот показывает, уходит, да, там, те, которые в куче, в стайке, не очень, а сколько у него энергии, сколько у него энергии, ну, красота, а самое главное, дорогие мои, вот я сейчас стою, снимаю, и с меня пот не течет, обычно вот эти дни вот стоишь, просто вот, это, да, там рука приподнялась, тебе пот течет уже, да, не раскрывается, опять поднимается, опять, так, это, говорим, на голубочка, башенька, так, и все, что, хорошо, что ветер, когда сдувает, этих нету, комары, мошки нету, а, ну, тот урод самостоятельно соскачил, непонятно, почему он сел, думаю, кто это такой, ситарин, ну, классно, это он, если, смотрите, как турки, из шахты, а, это от черного чубатого сына, вот, видите, вот, недельку не трогай, испортились, вот, что, значит, постоянный гон, он еще один туда сел, ну, на вас, позорники, знаете, опять приподнимается, а, это дуркует, 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 что-то ей, походу, уже сыпает, что-то не походу сыпает, уже, а, это голубочка, тоже, что-то, по-моему, обои бросила, что она, в прошлом году, хорошо пила, это вот, Лева, а, башенька, в прошлом году, видите, дуркует, как бы, вот так, дорогие мои, меру, мир, долгом, небо, гоняйте, 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 делайте настоящую обраковку, одним словом, кайфуйте, получайте удовольствие, а не становитесь ветеринарами, в общем, а, по-моему, допишала, как тренировать, да, еще раз говорю, такое, вы ни в одной книжке не почитаете, вам, наоборот, скажут, что такое нельзя, да ты че, это малыш, он еще ничего не соображает, ничего не понимает, как можно в таком возрасте поднимать, в общем, это мой стиль, тренировок, именно мой стиль, но я уже сотни раз показывал, что они не пропадают, и как буквально за несколько дней мы их ставим, я их ставлю на крыло, я их потом и результаты показываю, так что, следовать моему совету или нет, о, няшка прилетел, следовать моему совету или нет, это дело, сугубо, каждого из вас вам решать, черными тучами сейчас накроют, скорее всего, и вонет, яшка, наверное, за ласточками пошел, и это няшка, это, он на месте рисует, это, это, перепелятник, пусть, альга, да, у него и хвост, они похожи на сапсана, но это не сапсана, видите, вот он на месте стоит и парит, как будто, они обычно летают, потом на месте останавливаются и начинают, но это голубей, не может, одним словом, миром, голубям небо, гай, не этих, не этих,